Ульяновская область 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 Умных IT-компаний, где будут непосредственно уже разбирать технологии, которые внедряются на территории каждого города. Потому что, когда мы говорим «умные технологии», каждый должен понимать, что это такое. Это цифровизация всего. Мы на сегодняшний день можем говорить об умных технологиях, допустим, в ЖКХ. Это то, что у нас в Димитровграде есть умный дом, где не нужно передавать данные в управляющую компанию. Эти же технологии внедрены и в социальной сфере, когда непосредственно вся информация передается в управляющую компанию посредством информационных технологий. На сегодняшний день проект, который реализуется у нас в области, это «Умная энергетика». Это сейчас уже идет полным ходом строительства ветропарков. Также мы знаем, что освещение, которое на сегодняшний день запущено у нас в особо экономической зоне в городе Димитровграде, вопросы, связанные с умными технологиями в здравоохранении, это та же самая телемедицина. Транспорт, ЖКХ, как я уже сказала. Вот эти вот все отрасли, которые есть, мы говорим о том, что они должны быть внедрены на наши территории. Ну а дальше, когда мы говорим о продвижении умных технологий, естественно, основные технологии будут в Ульяновске, в Димитровграде. А вот это как пилотные площадки. А уже тиражирование пойдет на муниципальный уровень. Конечно, это уже последующие годы. Спасибо, Светлана Владимировна. Доктор Айн Цукнам, разрешите задать следующий вопрос вам. Ассамблея стартует 27 июня. Как вы оцениваете уровень подготовки Ульяновской области к проведению мероприятия? Перед тем, как я напрямую отвечу на ваш вопрос, я бы хотела немного рассказать о самой истории Уига в Ульяновске. Я бы хотела отметить, что Ульяновск является исполнительным городом, вице-президентом с 2014 года. И как раз Ульяновск был выбран как принимающий город для 4-й Генеральной Ассамблеи в 2017 году. Также Ульяновск проявил себя замечательной стороны, потому что является европейским региональным офисом Уига. То, что мне удалось наблюдать, Ульяновский регион действительно уникален во многих своих проявлениях. У губернатора Сергея Ивановича Морозова очень ясное представление о внедрении цифровых технологий с целью улучшения жизни граждан. И очень впечатляет этот подход, так как он является абсолютно целостным, и можно говорить о его успешности. Внедрение концепции, которую продвигает Уига позволит не только создать дополнительные рабочие места в новейшем секторе, технологическом, связанном с информационной сферой. Но также поможет сделать это в устойчивой манере, то есть без возможных рисков. В связи с этим я бы хотела выразить искреннюю благодарность губернатору Сергею Ивановичу Морозову и Светлане Опенышевне за то, что им удалось сделать Ульяновск открытым городом, в котором удобно вести бизнес из любых точек мира. Возвращаясь к вашему вопросу, хотелось бы отметить, что Ульяновск готовится к Генеральной Ассамблее на самом высоком уровне. Организаторам удалось собрать ярчайших личностей и профессионалов со всего Ульяновского региона, чтобы провести Ассамблею на самом возможном высоком уровне. Со стороны секретариата Ульяновск и города-президента Сеула хотелось бы отметить, что на протяжении всего этого времени мы также принимали активное участие в подготовке этой Ассамблеи. Мы со своей стороны сделали все, чтобы пригласить, и нам удалось это сделать, 115 городов, представителей городов со всего мира, а также более 50 мэров, вице-мэров и губернаторов этих городов. Я бы еще хотела отметить большое количество студентов, которые будут присутствовать на Генеральной Ассамблее. Это подарит им уникальную возможность не только встретиться с профессионалами своего дела, известными и высокопоставленными людьми, но и также поможет перенять им опыт. Я очень надеюсь, что эта Ассамблея позволит заключить долгосрочное сотрудничество, а также позволит процветать нашему региону, не только региону, но и всем молодым людям, за которыми будущее нашего региона. Благодарю вас за ответ. Светлана Вадимовна, и снова вопрос вам. Сегодня мы много говорим о том, что в Ульяновской области будет принята концепция «умный регион». Расскажите, пожалуйста, что это за важный документ и для чего он нужен? Сергей Иванович, мы поставлены перед нашей корпорацией задачи, но я так думаю, что не только перед нами, но и перед всеми членами правительства, перед всеми отраслевыми министрами. И разработать необходимо было концепцию внедрения интеллектуальных технологий, это проект «Умный регион», который бы давал основу, каким образом двигаться нашему региону к 2030 году. Мы понимаем, что очень сильно идет, быстрыми темпами развивается информационно-коммуникационная технология, поэтому в этой стратегии у нас есть три этапа. Первый этап, он недолгосрочный, два-три года, это там, где мы должны. Во-первых, поставили то, что у нас на сегодняшний день есть в здравоохранении, как я уже отмечала, ЖКХ, строительство, экология, потому что мы должны еще говорить и об умной экологии, о культуре, о государственном управлении. Как доктор подчеркнула, что наше правительство является открытым, а это тоже относится к умным технологиям, потому что открытость власти. И здесь самое главное, то, что ставит задачу губернатор перед нами, конечно же, это повышение качества жизни населения. Использование всех этих технологий, внедрение в жизнь интернет-вещей, это повышает всегда качество жизни населения. И умный регион — это концепция, которую необходимо масштабировать технологии на муниципальный уровень. Но, как я ответила в первом вопросе, что первоначально это внедрение будет идти именно на городе Ульяновске и Димитровграде. И именно их мы будем заявлять для того, чтобы в России будут отбираться 50 умных городов, которые будут являться как пилотными площадками для реализации проектов по цифровой экономике. И к первому июля президенту мы будем подавать и будем заявляться для того, чтобы войти в состав этих городов. На сегодняшний день есть договоренность со Всемирным банком, которые до конца года нам должны подготовить аудит внедрения. Аудит до конца года Всемирный банк нам, вернее, в нашем регионе проведет аудит о готовности региона к реализации проекта «Цифровая экономика». В мае президент подписал программу развития информационного общества. Там очень много внимания уделяется и кибербезопасности, и базе данных. Потому что для того, чтобы жить в современном мире, мы должны понимать, какие киберугрозы нас могут предостерегать. И, конечно же, какой кадровый потенциал, развитие человеческого потенциала. Об этом Сергей Иванович очень часто говорит. Мы должны уделять огромное внимание. Поэтому вот это основные такие моменты. Сейчас мы начали слышать 5G. Это совершенно новый такой этап связи. На сегодняшний день из всей России готов к внедрению 5G только Москва. Я думаю, что с нашими операторами связи мы тоже сделаем шаг в этом направлении. И хотела бы сказать нашим жителям, обратиться ко всем, что у нас есть, пусть это не звучит как реклама, у нас есть оборудование йоты, которое это в районных центрах города Ульяновска, города Димитровград. Это высокоскоростной интернет, и поэтому сейчас уже нет необходимости проводить проводной интернет в домовладения, в дома. Потому что у нас есть в городе Ульяновске Димитровграде прилегающая зона, у нас есть цифровое телевидение с 20 каналами. Это два мультиплекса подключенных. И, конечно же, йота обеспечит нам отличную не только связь, но и связь непосредственно получать все ресурсы с интернета с большой скоростью и по низким ценам. Доктор Янцик, нам снова вопрос вам. 28 июня в рамках проведения 4-й Генеральной Ассамблеи состоится подведение итогов 3-й премии WEGO Smart Sustainable City Awards. Премия WEGO вручается лучшим проектам в сфере электронного управления и умного города. Претендентами на победу в этом году стали авторы 76 проектов из 56 регионов мира по 6 номинациям. Вы можете сказать, по какому принципу отбираются эти работы и как реализуются концепции победителей по опыту прошлых лет? Хотелось бы отметить, что эта Генеральная Ассамблея действительно уникальна. Как вы отметили, более чем 76 проектов из 56 городов всего мира. Это самое большое количество участников за всю историю проведения Генеральной Ассамблеи. И что касается жюри, судейский состав также международный. В них присутствуют профессора из университетов, из технических университетов Канады, Америки, Китая, конечно же Кореи. Также одним из судей будет декан Ульяновского технического университета. Так что это только подчеркивает разнообразие судейского состава. Также будут в число судей входят эксперты из таких организаций, как Международный телекоммуникационный союз Объединенных Наций, а также Международные организации для развития электронных технологий из Великобритании, также Всемирная лаборатория Джакар, представители Всемирной лаборатории в Джакарте, которые также являются участниками Объединенных Наций. Бразилия и Германия также входят в этот список, поэтому особенность только подчеркивается лишний раз. Проекты, которые отбирались для участия, отбирались по следующим критериям. Это те проекты, которые уже реализованы или которые реализуются в данный момент. И поэтому удобно увидеть, какой эффект они оказали на город в целом и на его жителей. Эксперты рассматривают проекты со всевозможных сторон, но основные факторы, которым они уделяют внимание, это, конечно же, инновационная сторона проекта, также непосредственное влияние на жителей города, в котором он был реализован, и, конечно же, аспект устойчивости, который лежит в основе концепции WeGo. Проект должен быть реализован с возможным устойчивым развитиям. 28 июня губернатор Сергей Иванович Морозов, а также мэр Сеула Вон Сунпак вручат как раз-таки победные награды проектам, которые смогли одержать победу. Мы надеемся, что вручение данных наград вдохновит города на дальнейшую работу и позволит информационным технологиям развиваться. В целом, Вы можете сказать, какие ощутимые выгоды получают города-участники WeGo от сотрудничества со всемирной организацией? Вы знаете, список преимуществ очень велик, и перечислять его займет большое количество времени, поэтому я, пожалуй, упомяну лишь несколько. Прежде всего, необходимо отметить, что города-участники получат шанс посетить тренинги, которые подробно расскажут о технологиях внедрения, об электронных технологиях. Во время тренинг-сессий у представителей городов-участников будет возможность обменяться знаниями и, в первую очередь, увидеть наглядный результат, который может быть достигнут путем внедрения электронных технологий в структуру управления. Помимо этого, на протяжении всего этого времени необходимо отметить такую сторону, как обмен знаниями и тесное сотрудничество для реализации проектов. То есть, помимо всего прочего, WeGo предоставляет поддержку. Также есть определенный спектр ИКТ-услуг, которые WeGo также предоставляет своим членам. Инновация этой генеральной ассамблеи заключается в том, что будут созданы специальные тематические кластеры, внутри которых объединятся города со схожими проблемами и со схожими вызовами, с которыми они сталкиваются. Тем самым, они смогут работать совместно для устранения этих проблем. И мы верим, что это позволит сделать работу еще более эффективной. Помимо этого, у городов-участников будет прямой доступ к каталогу устойчивого развития WeGo, где напрямую рассказано во всех проектах, которые уже были реализованы. И также есть список всех официальных лиц, с которыми представители городов могут связаться, для того, чтобы те оказали им помощь и рассказали о своем опыте, а также рассказали о возможных технологиях и стратегиях внедрения какого-либо проекта. И поэтому я приглашаю все города со всей России принять участие, стать городами-партнерами, городами-участниками УИГО, чтобы развитие стало максимально устойчивым, и чтобы они могли реализовать все задуманные проекты. Спасибо вам за увлекательный диалог, за познавательную информацию. Напомню, на наши вопросы ответила генеральный секретарь Ассамблеи УИГО Ян Цукнам и директор корпорации правительства для граждан Светлана Опенышева. Следите за Генеральной Ассамблеей УИГО Ульяновски на информационном портале улправда.ру.